Мама, давай поиграем? Давай, и во что? Вот в такую прикольную монополию. Давай. Давай сначала расскажем, что это за игра и как в ней играть. Это детская игра монополия, где персонажи из мультика Холодное сердце. Кто здесь в главных ролях? Ну, здесь в главных ролях у нас Анна, Эльза и Оллов. Это вот такие вот фигурки. Они здесь идут. Так, давай я их сниму все, какие они красивые. С блестяшками внутри. Давай вот сюда, чтобы солнышко не падало. На самом деле они очень хорошо проработаны. Почему у нас собственно коробка в таком виде, потому что мы играем уже очень давно. И, как можете увидеть, с ними ничего, с фигурками не произошло. Да, потому что у нас здесь... Коробка коробкой, понятно дело. Это у нас такой замечательный олаф с блестками. Очень симпатичный. Обычно в такие любят играть мальчики Олафа берут, потому что это все-таки персонаж мужского пола. Вот такая у нас симпатичная Эльза. Посмотрите, как. Это Анна. Да, у нас это Анна. Это Анна. У нее тоже тут и платьишко, и косички ее видно, даже личико. А Эльза у нас идет вот в таком плащике. Да, Эльза у нас... Эльза даже у нас с такой ручкой, которая тоже не отвалилась и ничего с ней не произошло. Она у нас целенькая. Очень красивые фигурки, устойчивые, не тяжелые и удобно стоят. Так. А еще на соборе идет вот игровое поле. Я его потом разверну. Такие денежки здесь у нас. Сядь немножко на фоне шторок, чтобы было... Идут денежки. Я не знаю, сколько их всего вот здесь. Ну, денежки денежками. Давай покажем одну денежку. Вот такая вот денежка. Бумажная. Так, по-моему, у нас нечетное... А, нет, четное количество. По-моему, у нас не 100, а 90 как-то. Ну, да, по-моему... Ну, мы вроде как и не теряли ничего. Что отличает такую монополию от более серьезной монополии, что, по крайней мере, ребенку удобно просто считать рубли. То есть, ну, назовем это один рубль, можете назвать это одна М, как вам угодно. То есть, там нет таких, что миллион, тысяча, пятьсот, две тысячи. Это уже, скажем, на более возраст старший. А эта игра рассчитана на возраст пять плюс. Да, точно. В общем-то... Да, два-три игрока можно больше. Мы играли, по-моему, даже в четвером как-то с друзьями. Да, потому что фишек у нас мало, но мы... Так, вот денежка. Еще другие фишки использовали. А теперь покажи мне, что вот это за красота лежит. Вот здесь у нас есть вот такие вот значочки вот на нашем вот поле. Давай разложим значочки, пока поднимай, а я покажу, что они из себя представляют. То есть, как только вы покупаете какую-то недвижимость, зону, да, то есть, как в любой монополии, вы, если вы, соответственно, олов, покупая на зону, вы кладете головку олова, если вы Эльза, то, соответственно, головку Эльзы, а если... Анны, Анны, я их путаю. Вот, соответственно, если вы играете за Эльзу, то вы кладете головку в фотографию Эльзы. Вот, таких штук много, то есть, соответственно, их всегда будет хватать. Нет такого, что там на кого-то не хватило, соответственно. Так, но здесь еще есть соответственно, кубик тоже у нас уже поменен не один, потому что это такое ходовое дело, игр у нас таких много. Ну и, соответственно, само поле. мы забыли про самые интересные вопросики. А здесь у нас идут вот такие вопросы, шанс, то есть, да, шанс. Вот, например, вот этот вопрос. Того игрока в конкурсе научного снеговика получит банки 2 рубля. А банк у нас, соответственно, один из игроков, например, мы сейчас расскажем чуть попозже. Главное показать, что вот карточек достаточно много, достаточно много. Это как в любой монополии сюрприз, то есть, ты встаешь на значок вопроса, да, шанс, как называемый. Соответственно, у тебя может быть либо прибыль, либо приятный подарок, там какой-нибудь бесплатный, либо денежка, либо наоборот, ты будешь оштрафован или попадешь, как говорится, на деньги. Так, ну что, мы сейчас покажем, что собой представляет само поле, какое оно яркое, красивое, да. Новогоднее. Ну, потому что, да, Анна и Эльза, это все-таки тематика такая новогодняя. Соответственно, как и обычно, у нас есть начало, мы кидаем кубик, начинаем ходить, и поле у нас поделено на различные картинки. Давай, я буду вот так снимать, а ты верти вот это поле, вот так аккуратно поворачивай. Одна сторона у нас 1 рубль стоит, вторая сторона соответственно 2 рубля, и наконец-то третья сторона 3 рубля, и так, а вот здесь эта сторона идет, две клеточки вот эти идут из 4 рубля, а вот здесь 5. Самая страшная зона у нас. Да, правильно. Значит, что самое главное, что здесь у нас поле поделено на, так сказать, зоны. Зоны отмечены цветом. То есть, сколько цветов? Давай покажем цвета, показывай. Ты можешь не крутить уже, просто показывай пальцем. коричневый, голубой, как видите, розовый, оранжевый, красный, желтый, зеленый и синий. И синий. То есть, каждое поле у нас имеет по 2 карточки. Цена каждой карточки, то есть, каждого места, где ты встаешь, указана внизу картинки. Название ее сверху, конечно, лучше маленьким детям не получится играть, которые читать не умеют, но хотя бы, если будет один взрослый, все понятно и все спокойно и ты можешь фишкой ходить и считать, где ты встаешь. Есть еще, помимо шансов, зон и с их цифрами, то есть, то, что Настя сейчас рассказала, вот 1, 2, тут идет 3, 4, соответственно, и 5, еще есть зона шансов, это мы рассказали, а есть еще зоны бесплатной стоянки, есть зона экскурсии, соответственно, вперед и отправляйся в тюрьму. А потом вот это пропускать ход. Да, то есть, мы можем, опять же говорю, вы почитаете, если в инструкции, но мы решили сделать попроще и у нас своя игра, короче говоря. Соответственно, если мы встаем на клеточку, отправляясь в тюрьму, то мы платим в банк 2 рубля штрафа и игрок перескакивает вот сюда, тюрьма, соответственно, вот, на экскурсию. То есть, если он просто встает сюда, то он на экскурсии в тюрьме, а если он попадает в тюрьму, то он перескакивает сюда, пропуская вот эти два поля, соответственно, поле вперед и шагает дальше. А поле вперед мы решили сделать таким образом. Если игрок проскакивает, то 2 рубля дает. То есть, например, ты стоишь здесь и у тебя выпадает 4. Раз, два, три, четыре. Ну, или три. Да, то есть ты получаешь 2 рубля, а если ты встаешь четко сюда, если два, раз, два, ты встаешь четко, то получаешь ровно 4. Так. Ну, собственно, и все. Так, что еще мы расскажем? А, ну, есть, ну, карточки, да, мы сказали, здесь вот свободная стоянка. Тут у нас есть либо голубое, либо красное, ну, еще цвета. И тут нужно, если, ну, можно бесплатно, бесплатно купить. Ну, в общем, вот эта вот хорошая картика. Да, ну, вы будете играть и поймете, что это достаточно легко. Давай покажем пример хотя бы вот, ну, одного кружка. Да, смотрите, каждый игрок встает на поле вперед, да, да, как на чешку. Ну, давай, ты кем будешь? Я хочу эти. Ты будешь Эльзой. Ты будешь Анной, да? Ну, мы сначала должны что сделать? Кинуть кубик. Нет. Что мы должны сделать? Мы должны раздать друг другу денюжки. А, точно. Точно, у нас же есть денюжки. Мы забыли, по 15, там по 20 можно. А это в зависимости от сложности игры. Чем больше мы даем денег, тем, соответственно, игра легче. Если мы раздаем по, допустим, по 5, по 10, то, соответственно, игра будет значительно сложнее. то есть нужно будет либо покупать сразу какие-то карточки, фишечки, либо экономить, потому что ко второму кругу у тебя может уже не быть денег. Ну, на двоих можно раздать по 15, 20 для первого раза. Вот, я же сделала по 15. Так, у каждого игрока, соответственно, по 15. Оставшиеся деньги у нас получаются банк. Это банк, да. Я всегда пущу. Итак, сначала мы кидаем кубик, чтобы понять, кто из нас первый ходит. Кто больше, тот и первый ходит. У меня 6. Ух ты! Шулер. Уаа! Если я около 5, то еще раз. 2. 2. 5. Ну что, я хожу первая. Теперь мой ход, и я кидаю. Ну как. Я кто? Вот это? Ну, соответственно, 6, это мы сразу встаем сюда, и мы ни на каком карточку не попадаем. бесплатная стоянка. Так, теперь Настя кидаю. у меня выбыло 3. 3. Раз, два, три. Я попадаю на вопросик, даже шанс, у меня, соответственно, вот эта вот карточка выпадает. И я могу встать либо на... Давай покажем еще раз. Она показывает, что у тебя выпал шанс в свободное стоянка. иди на голубое или красное поле и если собственность не занята, получи ее бесплатно. Или заплати ренту владельцу. Рента, это и есть как раз вот эта циферка. А, рента, соответственно, голубые у нас по единичке, а красные у нас... 3 на... А, 3. 3 вот здесь. 3. Немножко не ловится. По 3. Вставай на 3. Я могу встать. Игрок встает на... Потому что я хочу встать на вот первую, потому что если у меня еще выпадет один в следующем году, у меня будет страшная зона. А если... А что такое страшная зона? Ну, страшная зона для нас это когда всего вот здесь идет всего 2 кляточки 6. То есть страшная зона это когда, например, вот ты сейчас встала, да? Так как тебе дал шанс ее получить бесплатно, ты банку не платишь ничего. Соответственно, карточку ты эту убираешь. И если тебе следующий ход, давай покажем, например, следующий ход выпадает цифра 1. Оп. то я встаю сюда и у меня... И что ты делаешь? Я... Покупаешь. Как ты покупаешь? Покажи. Я 3 беру и кладу в банк. Потом я... То есть 3 стоит вот эта вот зона. Да, одна клеточка. Да, одна клеточка. Ты покупаешь ее за 3 и что кладешь? И ставлю свою головку. И ставит вторую головку на красную зону. То есть обе карточки красного цвета у нее куплены. Дают 6. Денюжки клади. И если игрок встает случайно раз, два, опа, на одну из этих зоны, то он должен не 3 заплатить, как здесь указано, а 6. Двойная страшная зона. И тогда я отслюнявливаю свои и даю ей 6. 6. Вот так вот. А я все это пересчитываю, потому что надо проверить. Потому что ты мне 7 дала. Я показала примерно. Ну, соответственно, про этот вперед мы показали. Игра замечательная. Если, говорю, игрок скупает в итоге там пол поля, то, естественно, он выигрывает. Заканчивается игра чем заканчивается игра? У кого больше денежек? И когда заканчивается банк, все вот эти занятые. Когда заканчивается банк, то уже игра окончена. То есть, соответственно, когда деньги кончились в банке и два игрока уже имеют определенные свои карточки, зоны и все, а деньги в банке кончились. Соответственно, игра заканчивается, мы просто подсчитываем друг у друга, у кого больше что-то выиграл. Но чаще всего происходит, что один банкрот становится. То есть, один выигрывает полностью у него пачка денег, а у другого просто ноль. А еще вроде мне рассказали, не знаю, если стоешь в тюрьму, то... Да, это я рассказала про тюрьму. Ну, можно сделать, например, бесплатная стоянка, как пропускать ход. Это говорю на усмотрение, если хотите почитать правила, читайте, как бы у нас вот так. Мы вот так решили. Игра интересная. Тебе нравится? Сколько мы уже лет играем в нее? Ну, мне Новый год нам же подарили эту игру. Я думаю, что лет пять-то точно. Нет, это же лет... Ну, когда мне семь, семь было. Вроде мы играли семь. Ну, хорошо. Семь? То есть, получается... Два года уже играем в нее. Да нет, мне кажется, больше. Больше. Ну, да. Да, в общем, самое главное, у нас все на месте, карточки на месте, все детальки на месте. Только если у вас кот... Игра интересная. Только если у вас есть кот или какая-то собака, то она должна все просто ваша жизнь. Ну, конечно, лучше убирать. Немножко, конечно, тут порвалось, но все цельненько. Мне нравится, что она яркая, аккуратная. Вот если с ним... Да, если сворачивать не в ту сторону, то можно и поломать. Вот здесь у нас стека до дна вот так вот. Так так и должно быть. Аккуратнее только сворачивай, и все. Так что, приятного вам отдыха, игры. И я считаю, что это очень интересно именно для возраста 5-10 лет и дальше. То есть, это как минимум учит для более старшей монополии. Потом играть в серьезную монополию с ребенком уже легче. И заходите тут обязательно покупать лестницы не... Все, всем пока. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.